На территории Ленинградской области проживают малочисленные народы – вепсы и вудь. Вепсы – один из древнейших народов Северной Европы. Этот народ имеет уникальную историю и завораживающую своей неповторимостью культурное наследие. Вепсы – пример единства человека и природы. Самый известный из духов увепского народа – павиан леса. По преданиям старцев, находясь в лесу, ни в коем случае не злит духа леса, не ругайся, не разоряй гнезда птиц, соблюдай чистоту. Другой древний коренной народ Ленинградской области – вось. Водский язык находится на грани изновения и занесен в Красную книгу исчезающих языков. Медведь и лиса Медведь и лиса Вепская сказка Встретились как-то в густом лесу медведь и лиса. Спрашивает медведь. Ну, как поживаешь, лиса? Да живу, видишь, стараюсь своим хвостом для тебя тропинку расчистить, и платы не прошу. Да неужели с меня плату брать, если я в нашем лесу как царь? Все меня боятся до одной силы сколько, – валится медведь. И пошли они вместе бродить по густым лесам. Идут они, и попали как-то на муравейник. Лиса и говорит Ну-ка, медведь, Прищурь свои глаза И посмотри, как муравьи таскают камни Ростом себя. Медведь прищурил один глаз, А вторым видит, правда. Ухватился и он тоже лапами за камень, Величиной синего, лежавший тут же рядом. Сколько не тужился, не ворочал, А одолеть никак не смог. Лиса и говорит Вот ведь каков ты, медведь, Говорил всех силенее ты, А может быть, ты слабее меня? И пошли они дальше. Идут, идут, И наткнулись на женщин-гребнику. А женщины увидели медведя, И давай кто во что угораст, Одни ведра барабанить, Другие кричать во все горло. Медведь испугался, видит, Что тут творится, да и наутек. Бежал, бежал, спотыкаясь, Как полуумный, И свалился со скалы. Только его и видели медведя-то. А лиса присела под сосну И над медведем подсмеивалась. Я расскажу про короля. Жил в государстве король. Рядом с домом короля Жил сапожник. Сделал работу и пел. Король уртом рано встает, Слышит, сапожник поет. Он жене и говорит, Что за странный человек. Всегда поет. Сам бедный, Работает ночью и днем. Ему еще поется. В одно утро король встал. Сапожник все поет. Тогда он зовет своего управляющего, Дает ему целый мешок денег и говорит, Отнеси эти деньги сапожнику. И скажи ему, На эти деньги. Возьми себе. Больше не пой и не работай. И убери этот дрянной дом Подальше от моего дворца. Сапожник деньги взял. Спрятал. Пришла ночь. Сапожнику не уснуть. Денег много. С места на место Деньги перепрятывают. Все боится. Деньги украдут, А меня убьют. Утром встал, Поставил мешок с деньгами на спину И отнес обратно королю. Говорит ему, Будь добр, Возьми деньги обратно. А то твои деньги Мне не дают покоя. Я никак не могу спать. Король деньги взял. Сапожник остался жить. Работать и петь. И сегодня поет. Тут и сказки конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова